Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых заметных событий российской медиаповестки, медиапространства, да и в целом общественного пространства России. Я имею в виду выход на YouTube-канале Юрия Дудь фильма «Навальный», двухчасового видео, которое посвящено семье Алексея и Юлия Навальных, где разбирается ситуация с отравлением Алексея, его помещением в клинику Германии, обсуждением политической повестки России и ее истории, и, самое главное, планом на будущее одного из самых известных и популярных на сегодня российских политиков. И, казалось бы, много интервью выходит каждый день на разных каналах с разными людьми. Почему так важно и принципиально посмотреть этот материал, что я всем очень советую делать? Во-первых, очень важно увидеть вот этот качественный переход, который произошел в содержании и политическом состоянии Алексея Навального. Конечно же, это интервью не просто оппозиционера или расследователя, вскрывающего факты коррупции. Безусловно, это интервью кандидатов президента России. По всем канонам политического жанра, то, что говорит и как воспринимается речь Алексея и то, что он представляет публике, это полноценная кандидатская речь человека, который выдвигает свою кандидатуру на федеральных выборах. И это очень важно понимать. Это интервью практически дает старт, начинает отсчет следующей президентской избирательной кампании в России. В каком качестве будет участвовать в ней Навальный, нам пока непонятно, но в любом случае мы знаем, что участвовать он будет. Если не в качестве кандидата, то в качестве одного из оппонентов власти. И это представление программы и своего взгляда на происходящее дает нам очень богатую пищу для размышлений. Что еще важного в этом интервью? Я думаю, важна та дистанция, которую вы увидите между кандидатом Навальным и кандидатом Путиным. Причем эта дистанция уже цивилизационная, не просто эпохальная. Это мы видим в сравнении Навального и Путина не просто людей разных эпох. Мы видим людей, представляющих разные, что называются, точки цивилизации, где на одном полюсе молодой, современный, хорошо образованный, современно мыслящий человек с буквально образцово-показательной семьей, любящий и преданной женой, детьми, окруженными лаской и заботой, публичного, открытого человека, у которого вот все представлено публике и нет от общества никаких тайн. А на другом полюсе старый, производящий впечатление полусумасшедшего старик, закрывшийся в бункере и угрожающий из этого бункера всему миру ядерными бомбами. Жизнь которого, ну, совершенно представляет из себя нагромождение каких-то фантасмагорий, где дети называются женщина номер один и женщина номер два, и вообще непонятно, дети это или просто знакомые какие-то женщины. Где какие-то скандальные разводы и какие-то скандальные связи с молодыми женщинами, которые непонятно, то ли жены, то ли фаворитки. Отгадать тут сложно. Мы только знаем, что в этом качестве данные персоны выкачивают огромные деньги из государственного бюджета. А уж каков там их статус наложниц или официальных супруг, не так-то важно для нас. Так вот, два полюса, где на одном открытое европейское современное общество с прозрачным государственным бюджетом и чиновниками, контролируемыми обществом, верховенство права, независимый суд. А на другом полюсе раннее средневековье. Такое состояние общества, когда сюзерена могут увидеть только особо близкие к нему люди, его личная жизнь это полная тайна для подданных. А основным инструментом решения политических вопросов является яд, помещение в тюрьму и публичные казни. И вот этот выбор, вот эта дистанция, она настолько наглядна и бросается в глаза, что ее даже не нужно объяснять, что называется, рядовому телезрителю. Те 8 миллионов, которые уже посмотрели это видео, я думаю, посмотрят многие миллионы еще, просто воочию убеждаются в этой огромной дистанции. И это очень важно. Это, во-первых, дает нам представление о том, что альтернатива для России вполне реальна и возможна. И нет ничего невозможного в том, чтобы вернуть Россию на европейский путь развития. И то, что понимание этого начинает приходить в нашу повестку, тоже очень важно. Можно очень долго разбирать политические аспекты интервью Алексея Навального, но мы оставим это тем политологам, кто следит пристально за конъюнктурой, не будем лишать их куска хлеба. Мы поговорим о религиозной составляющей этого интервью. Мы с вами постоянно слышим сетование скорби, истинания многочисленных церковных организаций о том, как трудно достучаться до современного человека. Вот мы там сделали это, сделали то. Ну и действительно, заходишь на какой-то церковный сайт, ну хорошо, если там у роликов каких-то будут сотни просмотров. Ну, у популярных проповедников, конечно, там есть десятки тысяч просмотров, но их количество обращения аудитории к этим материалам не идет ни в какое сравнение с тем же там ютуб-каналом Юрия Дудь. Поэтому, казалось бы, вот есть пример актуальной, современной, просто эталонной христианской семьи, где муж и жена преданы друг другу, где царит любовь, где дети окружены лаской и заботой, где жена преодолевает огромные препоны и просто бьется с драконом государства не на жизнь, а насмерть, спасая от гибели своего мужа. Вот реальное, современное житие. Берите, пишите, предлагайте публике как пример современной христианской семьи. Что мешает? Мешает, конечно же, цензура и линия партии. Вместо обращения к примеру семьи Навальных и положительной оценки и предложения обществу, как к примеру для подражания, ведь мы постоянно ищем, какой пример предложить людям, как наглядный пример вот этого подражания, того, к чему надо стремиться. Некий пример идеала. Ну вот он, пример идеала с десятками миллионов аудитории. Берите и предлагайте. Ну, нельзя. Это будет политически неправильно. Вместо этого мы будем показывать вот этого странного человека из бункера, у которого в жизни полнейшая муть, и которого будем выдавать за пример христианской семьи. Вот у нас такая шутка была в ходу несколько лет назад. Я не знаю, насколько она корректна для интернета, но она говорила о том, что современная антропология знает несколько видов семьи. Первая – это мужчина-женщина, вторая – мужчина-мужчина, третья – женщина-женщина и Киркоров. Такая шутка, что там как бы и папа, и мама, и все в одном флаконе. И вот тут нам предлагается такой пример христианской семьи, где вся христианская семья – это один человек без детей, без жены в бункере с охраной. Вот. Поэтому вот этот религиозный взгляд на интервью Алексея Навального тоже очень важен. Ведь там есть все примеры, которые христианство так настойчиво хочет предложить обществу. Это пример и преданности своему служению, честности, открытости, порядочности, смелости, любви, взаимной преданности. Все каноны идеальной семьи там соблюдены. Берите и предлагайте, да, и говорите молодежи, что ну вот пример, пожалуйста, посмотри. Ну, вместо этого мы будем тащить вот там Петра и Февронию, по-моему, да, которые, в общем-то, очень в странном браке состояли, не оставили после себя детей, и при том, что еще Феврония там чего-то так колдовала на своего суженого-ряженого. Ну, в общем, вот можно представить себе, какое воздействие на аудиторию современную оказывает пример Петра и Февронии, какова сила вот этого примера, и какое воздействие на аудиторию имеет семья Навального и пример Навального, да. И, казалось бы, очевидно, какой из примеров надо выбирать для предложения публики современной, как пример семьи. И, увы, к сожалению, конечно, церковь не делает этого очевидного выбора. Мешают этому, конечно же, политическая ангажированность, политическая зависимость церкви, к сожалению, ставшая запредельной последние годы. Но для нас важно тоже этот факт подчеркнуть. Итак, подводя итог мнения о том, почему обязательно надо посмотреть фильм журналиста Юрия Дудь Навальный, посмотреть его нужно потому, что мы видим не просто кандидата президента Российской Федерации, который представляет нам европейский путь, представляет нам программу России как современного государства. В простом обычном разговоре с журналистом обратите внимание еще о силе воздействия личности. Мы наблюдали каждый год вот такие театрализованные представления под названием «Прямая линия», разговор с народом, что-то там еще, где тратились миллиарды денег на оборудование каких-то студий, сбор массовок, трансляцию по всем-всем-всем федеральным каналам, где президент на продвижении там пяти часов рассуждал вообще обо всем, от рецепта приготовления яичницы до нанесения ядерного удара по Калифорнии. И вот все эти усилия, огромные машины госпропаганды, в результате не давали такого интереса к материалу, какой мы видим на примере этого интервью. Ведь там нет никакой постановки, там нет никаких декораций, никаких там технических мега-решений, колл-центров, ничего. Там просто три человека разговаривают перед камерой и выкладывают это интервью в YouTube. И его аудитория уже в первые сутки перекрывает по количеству аудиторию всех федеральных каналов. Вот какой силы, какова сила воздействия современного адекватного примера на аудиторию в сравнению с архаичным, никому непонятным примером. Так вот, посмотреть его нужно и потому, что это действительно в простом разговоре человек представляет легко, непринужденно и совершенно естественно и ограниченно программу совершенно другого пути развития, где Россия представлена как европейское государство. Нужно увидеть эту дистанцию между этим и теми реалиями, в которых мы живем. Ну и, конечно же, насладиться, как сказали бы, наверное, антрофологи, активизацией мифологической части своего сознания. Потому что здесь у каждого имеются какие-то архетипы, мы воспитаны на сказках, легендах, мифах. И вот когда смотришь это интервью, ну, конечно же, ловишь себя на мысли, что это вот какая-то актуализация каких-то детских сказок, где добрый молодец с красивой царевной и друзьями-богатырями бьется с каким-то страшным кощеем, который в черной темной пещере там над златом чахнет и дрожит, значит, над иглой своей смерти. То есть это все вот просто такая активизация зон нашей памяти сказок, мифов и легенд. И это очень хорошо. Недавно, я, к сожалению, сейчас не могу назвать название, но вышла лекция очень хорошая с темой, примерно ее можно назвать как «Карнавализация политического процесса». Я обязательно интересующимся найду и дам ссылку о том, насколько современная политика в России напоминает средневековый карнавал со всеми его атрибутами. Да, вот политика, которую творит, конечно, наша власть, и мы как-то в ней участвуем. Так вот, интервью по своей глубине в том числе активизирует и вот эту часть нашего сознания, которая отвечает за мифологию сказки. Но в сказках, как известно, добро всегда побеждает зло, а добрый молодец с красавицей-царевной отъезжает царствовать свое замечательное тридевятое царство государства, где все добры и веселы, где текут молочные реки и где на кисельных берегах растут медовые яблоки. Дорогие друзья, еще раз призываю всех вас посмотреть интервью Навальных и Юрию Дудь. Призываю всех вас смотреть и подписываться на YouTube-канал «Взгляд с небесной» и оказывать посильную поддержку в развитии этого YouTube-канала и поддержку творческой команде, которая делает материалы на этом YouTube-канале. И благодарю за возможность высказаться и представить свой взгляд на это актуальное событие. Всего доброго!